Ладно, иди, Вакалопша. Увидимся на торжественной церемонии окончания сезона! Опа! Новое задание. Что-то не так. С существами происходит что-то неладное. Проверьте и выясните, что именно. Лоло! Глорп! Лолошка, верно? Глорп! Да что же это? Ты это! Иди лучше! Головка совсем варить не хочет. Дружище, что с тобой? Ребята, у них реально какие-то беды с башкой. Лоло! Лошка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А? Кто-то сказал мое имя? Внимание, внимание! За дверью, которую мы откопали в предыдущей серии, явно скрывается что-то интересное. Давайте проверим. Всем привет, дорогие друзья! Я Лоло! Лошка! Это новое поколение! Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Лоло! Лошка! Добро пожаловать в новое поколение, где мы действительно откопали странную дверь. Если верить тому, кто нас привёл к ней, а именно красному банкиру, за дверью скрывается фрагмент скрижали. Насколько это правда, сегодня мы узнаем. Но это не единственные новости. В предыдущей серии мы поняли, что всё это время доктор Блэк работал против нас. И даже не по своей воле. Да, кто-то заставляет Блэка делать мне хуже и хуже. Например, выданный амулет. Со стороны обычная безделушка, но она ничего не даёт, кроме страданий. Надев амулет, его невозможно снять. И при помощи него, по воле Блэка контролируется возможность телепорта в разные места. Сначала я не мог телепортироваться к говорящему дракону. А теперь и к самому доктору Блэку. Когда тот раскаялся и извинился за то, что сделал со мной. События приобретают очень странный оборот. А нам пора плодить коров. Ладись, заберись, отоспись, уберись. Телепортнись. Вейпоинт. Надеваем очки ночного видения. Эгг, изначальный волшебник. Ну что, ты решил загадку? А, нет, я не могу поболтать. Да ладно. Напоминаю, мы нашли эту дверь, но тут загадка. Надо каким-то образом открыть ее с помощью рычагов. И по всей видимости, нужно, чтобы все фонари горели. По сюжету, изначальный сам сказал то, что решит головоломку. Поэтому надо ждать. Домой. И сразу не домой. Задание ястребов. Я совсем про это не забыл, потому что мне нужно выбиться в топ-1. О, повезло. Задание простые. Сборщик урожая, 100 пшеницы и 40 еловых ступенек. Интересно, сколько у меня сейчас печенья? Ваше печенье 1273. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, одиннадцатое, двенадцатое. Да, надо подняться еще на 11 строчек выше, чтобы стать топ-1. Окей, 100 пшеницы, так 100 пшеницы. Опа! Новое задание. Что-то не так. С существами происходит что-то неладное. Проверьте и выясните, что именно. Чего, блин? Все, что я могу, это арбузико добыть. Да и задание ястребов выполнить. Ну, допустим, первое попавшееся существо. Я по нему нажимаю. Ничего не происходит. Кстати, кушать хочешь? Уйти-ти. Что? Стоп. Что? Фу. В смысле фу? Тебе, оказывается, кушать можно давать. Так ты, оказывается, что-то умеешь. Ты у нас уже где-то 4-5 серий и... Боги мои. Погоди, а если я тебе кирку дам? Забирай. Нет, кирку не подбирает. То есть ему надо дать именно еду. Погоди-ка. Вот, держи картофель. Стой, ты куда? Не уходи далеко, забирай картошку. Да, он реально подбирает еду. Ну-ка. Фу. Да е-мое. Напоминаю, мы выяснили, что это за пасхалка. И этот персонаж из одноименной игры Ori and the Blind Forest. Я не играл в эту игру, но знаю то, что Ori из этой, опять же, игры питается фруктами или как-то связан с фруктами. Попробую дать сердце фрукт. Или лимон. Персик. Драконий фрукт. Ира, пожалуйста, не двигайся. Ща нарубим это дерево. Переделаем в доске. И закроем. Держи персик. Фу. Драконий фрукт. Фу. Сердце фрукт. Фу. Лимон. Фу. Увы, но нет. Моя тактика с фруктами не работает. Придется придумать что-то другое. На всякий случай я спросил у сценаристов, могу ли я вообще ему что-то дать? И ответ был да. Оказывается, есть одна еда, которую он возьмет 100%. Это небольшой спойлер, но... Блин, я все равно не знаю, потому что еды полно. На вот это. Фу. Да ну иди ты в задницу. Но не забываем про новое задание. Существами происходит что-то неладное. Проверьте и выясните, что именно. Коровы, привет. Может быть вас ударить надо? Нет, это тоже не работает. Курятины тоже обычные. Свиньи тоже обычные. И овцы обычные. Ладно, не забываем про задание ястребов. Работа выполнена. Сдать? Сдать? Опа. Спецзадание. Пройдите тренировочный трек номер 2. Награда 100 печеньев. А, тот самый трек. Я уже совсем забыл о нем. Да, тот самый, который открывается на четвертом уровне пропуска. О, здорово. Ждешь меня уже, да? Ну давай поболтаем. Ммм? Ты ведь в лолошка, верно? Эх, какое трудное имя. Которое, к слову, мне пришлось узнать и управляющих. Я только раз попытался украсть печеньки. Чего? Стоп. Ну я ничего не делал. Здесь написано, что ты должен был прийти еще 10 минут назад. Что ж, не критично. Следующий тоже опаздывает. Так. Хмм, неплохо ты так воровством печенек набрал. Но я ничего не воровал. Молодец, молодец. Скажи по секрету, где еще прячешь? Ты дурак, да? Ха-ха, посмотри, какое лицо сделал. Умора. Не бойся ты, я-то шучу. А вот с управлением шутить не стоит. Еще одна такая выходка, и можешь пропускалишь. А, я понял. Помните, две серии назад я забирал из общего склада камни? Видимо, из-за того, что я забрал, активировался этот скрипт. Вау, как умно придумали. Ну окей, простите, больше не буду. Откатят. А в особо тяжелых случаях могут и вообще звание ястреба лишить. Воу. Как говорил мой дед, хочешь иметь репутацию, будь по... Ха-ха-ха. Да ладно, это отсылка на меня, серьезно? Я же постоянно в сериях говорю, как говорил мой дед. Молодцы, сценаристы, молодцы. Хочешь иметь репутацию, будь послушан. Вот и ты придерживайся правил. К слову, этот трек недавно слегка переделали, и всем ястребам четвертого уровня поочередно нужно пройти его снова. А те, кто еще не проходил его, будут стартовать первыми. Если готов, можешь начинать. Но учти, этот трек в разы сложнее прошлого. Сейчас рассматривается построение промежуточного этапа между первым и вторым треком. Знаешь, что-то среднее между простым и сложным. Но пока его нет, так что... Я всегда говорил, нужно уметь ценить то, что имеешь. Да-да-да, мы помним, ты всегда что-то говорил. Но, что бы я там ни говорил, мы определенно заговорились. Приступай к делу. Так, окей, мне надо пройти этот трек. Дайте угадаю, я не могу летать, да? Да, кажется, неизвестные силы удерживают вас на земле, как обычно. Хорошо, попробуем пройти супер аккуратно, супер быстро. Уф-уф-уф. Потолок вроде невысокий, поэтому я пропрыгаю. Вау! О, окей, это даже круче. А вот здесь будет жоп... А, погоди, чего? А, у меня же прыжок высокий, чё эту плю-то? Без проблем, пропрыгаем тудым-сюдым, уже до обсидиана добрались. А вот здесь, походу, жопа, придётся прыгать на этот фонарь. Окей. Оп, тихо. Повезло, повезло. Ещё разочек. Повезло, повезло. И ещё разочек. Ух, да ну нафиг. Это надо высчитать, вы серьёзно? Повезло. Так, это не убирается, прыгаем. Ем-а, блоки мёда замедляют, это мы точно знаем. Так, пробежали, ещё пробежали. Фак, нет. Чего? Получено в достижении замедленное падение. Прыгните в блок мёда, чтобы замедлить своё падение. Прикольно. Попытка номер два, оп-оп-оп, поехали. Вот это двигается слишком быстро, поэтому здесь просто бегом. Ааа, как это быстро двигается, вы издеваетесь? Это не успеть. Раз, два, три. Ха. Так, а куда здесь-то? Не особо понятно. Тихо. Там что-то есть, я не понимаю. Да, да, я увидел лестницу, всё нормально. Сейчас как-нибудь очень аккуратно. Оу, е, бэйби. Так, что здесь? Понял. Опа-на. Та-да-да-дам, та-дам. Получилось. Погоди, так тут же высота два блока. Я всё это время мог сделать вот так? Эм. Эм. Ну, типа... Ладно, мы в любом случае прошли, мы молодцы. Не будем вдаваться в подробности. Кафедра. Поздравляем. Вы закончили тренировочный трек номер два. Награда 50 печенья. В связи с действующей программой по повышению самодисциплины, награду полагается забирать вручную. За превышение установленных лимитов наград, нарушитель будет оштрафован на количество печенья, вдвое превышающее количество нелегального присвоенного. Так, хорошо. Это точно так же, как у первого трека. А. Болиин. Посмотрите, сколько печенья. Ах, ладно, мне нужно всего лишь 50. Я, получается, делаю вот так вот, а потом вот так вот, 48 и ещё две штучки. Всё. Вроде я сделал правильно. Стоп, что? Чего? А, погоди, у меня было 38 печенья и стало 38. Какого чёрта? То есть, вы хотите сказать, что я что-то неправильно сделал? А если я так заберу? А, ребята, так, ну как бы, вот оно, наше печенье. Вот оно, наша награда. А, погоди, стоп. Да, там было написано про 50 печенья. Но, не забывайте то, что у меня есть спецзадание, которое выполняется здесь. Может быть, имеется в виду именно это? Прогресс один из одного. Да, мы действительно сдали. И получаем 100 печенья. Это супер странно, может быть, что-то забагало? Тем не менее, печенек мы заработали. И на том спасибо. Сдаём. Ваше печенье 1411. Обалдеть. Первое, второе, третье, шестое, седьмое место. Вау. Могу ли я в офисе номер 3 взять ежедневную награду? Здравствуйте. Чего тебе? Я бы хотел получить ежедневную награду. Награду? Можно пропуск. Показываю. Ммм, так. Вот, держи своё печенье. 50. Ваше печенье 1461. Первое, второе, третье, четвёртое, пятое место. Ещё немного, и мы будем топ-1. Домой. Не спать. И мега странное замечать. Как вы знаете, наше солнце постоянно увеличивается и увеличивается. Но только сейчас я заметил то, что луна уменьшается. Это что такое? Давайте возьмём луну, которая была, ну, например, 10 серий назад. Посмотрим на неё. Сравниваем. И видим то, что да, прямо сейчас она реально стала меньше. Теперь мы понимаем то, что не просто солнце растёт. Ночь постепенно уничтожается. Также не забываем то, что у нас постоянно разрушается мир. Я, конечно, уже привык с этим жить. Постоянно латать дом, постоянно латать землю. Но, тем не менее, он продолжает уничтожаться. Даже наша теплица уже давным-давно не теплица. Это что такое? Короче, доброй ночи. Доброе утро, огромное солнце. Кидать. Копать. Вставлять. Ждать. Забирать. Латать. Стоп, 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 стоп. А как выбрался Ира? А, он же ко мне телепортируется, точно. Кстати, как поживает наш карьер? Здравствуйте, здравствуйте. Копаем? Да, копаем. И добыто уже полтора стака угольной руды. Молодец. Некоторые люди в комментариях написали, чтобы у старого карьера по стенкам я додобыл изумруды. А это хорошая идея. Нет, нет, и еще раз нет. Идея оказывается не самая лучшая, потому что сколько бы я ни ходил, добыто всего 22 изумруда. При этом напоминаю, сложность игры уже выше 150. Нас пробивают обычные мобы. Жесть, остается всего две строчки хп. Здрасте, зачарованное сердце. Бам. Сложность 145. Внимание, нам нужно больше сердец. Ааа, что здесь делают мобы из другого мира? О, иглобрюхов я все-таки буду забирать. Оу-ля-ля, самый жирный улов. Забираем. И нафиг отсюда убегаем, они меня чуть не убили. Кстати, у меня вопрос. Я же выполнил паркур, а могу ли я поговорить со спинуксом? Я даже не попробовал. Да, представляете? Клянусь, мне никто ничего не подсказывал, я просто резко допер то, что, господи, я же совсем забыл с ним поболтать. Поздравляю, оловошка. Ясно. Ты прошел сложнейшее из испытаний, доступных на этой базе. И поскольку твое обучение на этом завершено, вскоре тебе откроются военные задания. Опа-на. Еще тебе вроде должны выдать какой-то сертификат, но насколько я знаю, еще никто его так и не получил. Надо будет спросить у управления. Ну что ж, пока все. Где там 836439? Он уже должен быть здесь. Ладно, иди, вокалопша. Хех, окей. Я просто, я даже не хочу это комментировать. Увидимся на торжественной церемонии окончания сезона. Опа! Да-да-да-да-да-да-да-да. Все, я понял, ребята. Я понял, что нам нужно делать. Сезон печеньев скоро закончится. И мы просто обязаны быть на первом месте. О! У этого уже 1703. Растет, зараза. Но при всем при этом, нам вскоре будут доступны какие-то военные задания. Это еще что такое? Прикольно, прикольно. Мы помним то, что ястребы были основаны для чего? Для того, чтобы уничтожить организацию соколы. Неужели мы будем участвовать в рейде на соколов? Не, это, конечно, все мои догадки, но тем не менее. А вдруг? Тем временем, сложность игры уже 153. Давненько я не убирал сложность с помощью зачарованных сердец. Домой. Латать. Спать. Время года проверять. Зима 15 из 15. О, заканчивается. Скоро весна. Подбирать. Еще подбирать. Так как прошло много времени, телепортируемся в Политопию. Вейпоинт. Хей-хей-хей, волшебник. Ну что, разгадал? О, наконец-то. Лоложка. Ох, эти загадки. Они так утомляют. Такое ощущение, будто я это уже говорил. Да, кстати, ты это говорил. Никак не могу понять, как работают все эти рычаги и кнопки. Я не вижу в них никакой закономерности. Я составил 119 уравнений, но ни одно из них не может предсказать, что будет после 19-го цикла. Слишком сложно. Может быть проблема кроется в чем-то другом? А еще, здесь настолько темно, что я даже не вижу, что пишу. И спать хочется. Я не буду против, если ты принесешь мне что-нибудь светящееся. Факел, может быть, лампу. Только если ты не занят, конечно. Я справлюсь и без них. Но мне было бы намного удобнее работать при свете. Если не сложно. Могу я рассчитывать на твою помощь? Я буду ждать здесь. Да, без проблем. У меня прям, прям, прямо сейчас нет факелов, окей. И в рюкзаке тоже нет. Так как раньше здесь был вибраниум, так и назовем вейпоинт. Сохранить. Домой. Забирать. Отдавать. Ой, ты принес. Спасибо огромнейшее. Да, так намного лучше. Ого, сам поставил, какой молодец. Уверен, совсем скоро я смогу решить эту загадку. Еще бы этот призрак замолк. О, что? С тобой до сих пор связывается призрак? Помните, в предыдущей серии он жаловался, что тут как будто какие-то призраки? Сначала я боялся, а теперь уже слышать свое имя не могу. Вероятно, в этих четырех стенах я окончательно сойду с ума. Погоди, кто-то говорит твое имя? А как тебя зовут, кстати? Реально, как тебя зовут? Изначально волшебник. Эй, призрак, скажи, как его зовут? Ну ладно, да, я понимаю то, что это все бреднее. И никто, на самом деле, с ним не разговаривает. Ой, а может быть это из-за того, что мы так близко к лесу? Отец рассказывал, что из чащи могут приходить призраки и забирать души провинившихся. Вообще, отец много что рассказывал про лес, но... Может, души решили, что пора забрать и меня? И устроил все эти головоломки? Ха, звучит как полный бред. Нужно сконцентрироваться. Не парься, дружище, призраков, которые говорят твое имя, не существует. Да и, в принципе, просто призраков не существует. Надеюсь. В эту сторону пойти я не могу, в эту сторону тоже не могу. И, походу, нам надо продолжать ждать. Но, я уверен то, что данный диалог не просто так. Скорее всего, если без шуток, речь реально идет о каком-то призраке, который, скорее всего, находится за дверью. Но это, как обычно, только мои догадки. Домой? Напоминаю, амулет доктора Блэка все так же не получается снять. Но я все равно попробую телепортироваться к самому Блэку. Прошло время, может быть он одумался? Эх, блин, нет. А если к Лофтериону? Тоже нет. А теперь давайте вспомним, что нам написали в самом начале серии. Что-то не так. С разными существами происходят непонятные вещи. И самое-то главное, то, что я до сих пор ни у кого не побывал. Может быть, надо с кем-то поболтать? И единственный, кого я представляю, это Гектор. Телепортируемся. Здравствуйте, друзья мои. О, Лолошка. Лолошка. Герой, Герой. Лолошка, здравствуйте. Как вы? Со мной все нормально. В прошлый раз вам было не очень хорошо. Теперь все в порядке. И... Ничего. А, мне, наверное, надо написать. Да, все хорошо. Ну, напишу, как обычно, всякий бред, почему бы и нет. Ох, я рада. Разве что теперь и на нас какая-то непонятная холера нахлынула. Мой муж попытался найти какое-нибудь лекарство, но ничего не получается. Похоже, это все-таки не болезнь, а заражение атмосферы. Или как там говорил Гектор. Но сейчас его лучше не тормошить. Он не спал два дня, пытаясь помочь нам и детям. Ох, слишком уж тяжело видеть его таким несчастным. Ни-ни-ни-ничего. Ни-ничего. Плачет. Сейчас не совсем то время, чтобы гостить, Лолошка. Приходите, как все это закончится. Тогда и выпьем чаю. Благодарю за понимание. А-а-а, вот оно что. С существами что-то происходит. То есть, имеется в виду с существами не как животными, а именно с сюжетными персонажами. Так, погоди, а кто у нас еще есть? О, чего? Я могу с тобой поболтать? Глорп! Ч-чего? Это ты, что ли? Лоло, Глорп! Лолошка, верно? Глорп! Да что же это? Ты это. Иди лучше. Тут это. Глорп! Да что с тобой происходит? Не обслуживаем сегодня. Головка совсем варить не хочет. Кто-то говорит отдыхать. Кто-то наоборот больше времени на свежем воздухе предлагает проводить. Спрашиваю у врача, значит, кого слушать. А он, а он имя мое. Или не он это был. Не понял, в общем. И кто весь день еще хочет раствора выпить? Травник, травник. Уходи уже, черт побери. Не обслуживаем сегодня, говорю. И тебе говорю. Но не грубо. Ты важный. Да. Дружище, что с тобой? Ребята, у них реально какие-то беды с башкой. Давайте попробуем покликать по всем сюжетным персонажам. Да, горожанин у нас не сюжетный персонаж. О, например, зал торговец. Нет. Зал чародей. Лоложка. Ох, всегда рад тебя видеть. Но что-то сегодня совсем не до гостей. Тем более такой важности. Голова раскалывается. Блин, а ведь реально всем плохо. Еще весь день кто-то постоянно зовет меня. Стоп. Стоп. То же самое говорил изначальный волшебник. Я отвечаю, а он все зовет и зовет. Вот делать нечего. Совсем со всей этой пургой с катушек съехал. Зато в деревне все хорошо, кажется. Хотя обычно в такую погоду все гуляют. А тут все тоже по домам. Странно. Прости, что так не гостеприимно. Но правда. Сейчас совсем не до этого. Извини. Офигеть. Вы поняли? Оказывается, изначально волшебник не единственный, кто слышит голоса. Еще весь день кто-то постоянно зовет меня. Я отвечаю, а он все зовет и зовет. Че происходит с этим миром? Мне уже страшно. Самое главное, небезопасно даже у меня дома. Ведь он разрушается. На всякий пожарный телепортируемся на бывшую базу соколов. Здравствуй, охранник. С тобой-то все нормально? Опять ты? Ладно, тебя знаю в лицо. Проходи. Нет, с ним все нормально. Мы знаем то, что единственный, кто есть на этой базе, это акула. Который, кстати, стоит здесь. Нифига себе, привет. Ах, 539817. Сначала эти все, теперь еще и ты. Или стой, у тебя же нет задания. Зачем тогда явился? Ты извини за прямоту. Просто все вокруг вдруг решили, что мои задания можно просто отменить. Несмотря ни на что. Ну, теоретически-то можно. Но в таком случае я обычно просто передаю их другим. Но сейчас все будто сговорились, что у них там со здоровицем что-то не то. И просто отказываются делать хоть что-нибудь. Офигеть, это затронуло весь мир. Я так устал. Просто не знаю, что делать. Тут лежит огромный список заданий, которые некому отдать. Хоть прямо сейчас бери и сам делай. И на тебя одного сгрузить все нельзя. Ястребы так не поступают. Вся эта суматоха точно не пойдет мне на пользу. У самого теперь голова раскалывается. Тошно уже от всего этого. В прямом смысле этого слова. Вот уйдем мы с первым однажды на пенсию. Будем отдыхать. Приемника бы только найти. Но это все потом. Сейчас надо разобраться со всей этой кучей бумаг. Хммм, продлевать каждую что ли? Эх. Ага, все. Поболтать я больше не могу. И я только сейчас понял то, что мы обошли всех главных сюжетных персонажей. И каждый что-то сказал. Такие второстепенные, как охранник, ничего не сказали. Но это и не важно. В любом случае мы точно знаем, что пытались донести сценаристы. В мире происходит жопа. Домой? Суть в том, что ломается не только песок, земля или еще что-то подобное. Ломается даже алмазный блок. Молошка. Ха-ха-ха-ха-ха. А? Кто-то сказал мое имя? Субтитры сделал DimaTorzok